Петрозаводск О человеке, который умеет всех удивлять, о маленькой девочке, которая борется с тяжелой болезнью, о волонтерах, которые спасают жизни, а также о людях, которые год за годом украшали набережную нашего города. В музыкальном мире удивляются, что он пишет книги, а читатели его книг с удивлением узнают, что он сочиняет музыку, а он к тому же еще снимает кино и путешествует по всему миру в инвалидной коляске. Об удивительном человеке, Владимире Рудаке, сегодня наша первая история. Оркестр «Кто как может» в Петрозаводске появился 16 лет назад. И поначалу о нем часто говорили, это та группа, в которой солист в инвалидной коляске. Но непривычно было нашим людям, что человек с ограниченными возможностями ни в чем себя не ограничивает. Ветер уносит забытые нами слова Мы так легко говорим кому-то пока Сложно, да, когда привыкаешь, допустим, есть определенное окружение, которое уже знает, привыкло. Даже раньше обо мне писали, допустим, так, что вот не сломленный, там, еще что-то, вот то, что мне все не нравится. А время прошло, и творчество все-таки доминирует теперь. Уже говорят, допустим, могут сказать писатели, музыканты, уже потом как-то, если вдруг... В моем случае это поменялось. Музыка, а точнее гитара, в его жизни появилась в 15 лет. В 18 он создал свою первую группу, был еще театр. Владимир работал мастером по свету, занимался в студии, но в 23 все поменялось. После травмы ему понадобилось почти 5 лет, чтобы встать на ноги, пусть не в прямом, а в переносном смысле. Владимир удивил тогда многих, когда решился возобновить музыкальную карьеру. У нас в доме всегда было много людей, много гостей. Я могу сказать, что это люди разного плана совершенно. Мы привыкли к тому, что у нас всегда много народа, для всех открытая дверь. И, конечно, нужно отметить, что с Володей всегда рядом много людей, потому что он очень интересный человек. И люди какие-то уходят, какие-то приходят вновь. И я думаю, что вокруг него столько людей, именно потому что мы с ними, с ними, им с ними очень интересно, он разносторонний, развитый человек. А его родные уже не удивляются, что Владимира часто и подолгу не бывает дома. Он путешествует. Во-первых, это, конечно, концерты, а еще съемки фильмов. Как режиссер Владимир снял три картины. В них же работал и как актер. Я пришел к вам через речку и принес в подарок речку. Принимайте без обиды. Все мы братья и инвалиды. Здравствуйте. Потому что так у нас же говорят в России по-русски. Многие переделываются слова англоязычные. И пишутся так, и говорятся. Так мы и оставили. Фильм по своему сюжету, у нас там есть социальный работник, который приходит, и ему как бы открыты двери в каждый дом. Велком. В общем, этот социальный работник, он... Везде его ждут, так скажем. Потому что он ходит с демонстрационным вариантом продовольственного пайка. Прошлым летом фильм «Велком» удивил жюри Международного фестиваля «Метрополис». Никто и не понял, что в фильме про инвалидов снимаются настоящие колясочники. Фильм получил специальный приз от журнала «Сеанс» за оригинальность формы и внутреннюю свободу. Аркус любовь вручала. И было приятно, что она просто смеялась от... Всей души говорила, что давно не смеялась так. И спрашивала, где вы таких людей берете, где эти артисты. В общем, понравилось и все. Ты что, замуж что ли вышла? Развелась. А мама что говорит? Больница. Рак. А папа? Мои соболезни. А, знаешь, у меня тоже хорошего мало. Интернета третий день нет. Профессиональных актеров в фильмах Владимира нет. Бюджет-то нулевой. Потому что есть выбор такой. Или пишешь сценарий, ходишь, бродишь, ищешь деньги, объясняешь, что это надо. Но параллельно бывает, мы куда-то отправляем какие-то микрозаявки, но мы сами все равно снимаем. Потому что ждать ответов, ждать каких-то пониманий, проще взять и сделать это так, какая есть возможность. Тем более, что на Западе это нормально, никто не требует каких-то миллионных вложений. Многие начинали с такого минимализма, и не пугает это. Потому что мы слышали критические какие-то замечания. Допустим, да куда нужно много всего. На самом деле нужна какая-то идея, ее воплощение. Как показывает практика, это работает. К тому же работать с не актерами, говорит Владимир, бывает намного интереснее, чем с профессионалами. Да и импровизировать с ними легче. Бац. Это случайно было сделано. Это не по сценарию. Да, не по сценарию. И мы тут же взяли повторить. Наверное, человек, который не обременен тем, как он будет выглядеть в кадре, как ему вжиться. Я сталкивался с такими вещами, что человек, мне надо вжиться, я тут не вижу. Слишком много груза вот этого лишнего. Главное есть у человека идея. К этой идее потом привязываются всякие повороты и итог. Хорошо, где есть точка. В этом фильме есть нормальная точка, как в хорошем фильме. Поэтому это увлеченный, талантливый творческий человек. Владимир, режиссер, по-моему, замечательный. Легко очень работать. Имеется такой строгий контроль, но при этом никакой тирании. Я читал, как воспоминания актеров, которые работали, например, с Серджио Леоне. Они там плыли просто. Потому что он, Серджио Леоне, очень жесткий режиссер. А у него все по сценарию, все по ноткам. Шаг влево, шаг влево, шаг влево. Расстрел на месте. Здесь, можно сказать, прямая противоположность. А результат такой же. А чемодан был что-то? Чемодан был больше. Нет, у меня такой. У меня такой чемодан. Я точно знаю. Я помню, что он не был. Это Дима, Дима. Он не был. Знаете, если вы себе патроны были. Человек приехал в лес, у него чемодан. Нет, ну, у меня даринстрированные спионы. В охотничьей берем. Если бы это инспекция была, то было бы все романтики. А, кстати, здесь, ну, человек играл. Вот, 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 вот. Да, да, да. Тащил, тащил за ноги, мать. Отпустите меня! Я обещаю, что больше не буду вас ловить! Жанр своих фильмов Владимир определяет как социальный трэш. Кино, задача которого давать человеческому разуму пищу для размышлений. Так уж получается, что с высоты инвалидного кресла многое становится виднее. О своих впечатлениях и наблюдениях Владимир рассказывает и в книгах. Ну, жизнь вообще растворяется, как сахар, чай брошенный. Это как бы незаметно, но безвозвратно, так скажем. Философия сложная как-то. Мне сложнее всего объяснять и разбирать, делать такой аналитический разбор. Я написал, оставил, для меня это как организм некий такой. А когда начинаешь разбирать, и вдруг пропадает магия для меня. Когда мне говорят, давайте разберем ваше произведение, что вы хотели сказать, а что вы... А когда пишешь, ведь не так пишешь. Так, сейчас я хочу сказать, что ей пишешь. А сейчас я хочу вот это сказать. К тебе идет поток или не идет. Я люблю заострять внимание на деталях, делать такой макро-жизнь от общего плана, перескакивать с каким-то деталем крупным. И люди потом читают, и они говорят, что то, что происходит, на что они не обращают внимания, то, что на самом деле является жизнью, оно бывает ускользает от человека. Но когда читаешь, наверное, подобное, то эти вещи хотя бы на какой-то момент человека возвращают в реальность, не знаю. Но мне приятно, я бывает, нахожу цитаты, люди где-то прямо вижу в интернете где-то, я вижу, что, значит, люди читают, и даже у них хватает времени на то, чтобы выдернуть эту цитату из книги, ее где-нибудь там разместить. А сам Владимир, путешествуя по миру, удивляется, какое разное отношение к людям в инвалидной коляске у нас и за рубежом. В Европу его часто приглашают как режиссера и музыканта. Дублин такой, тоже город, сам Дублин, он же такой достаточно древний, не везде есть возможность, но та группа, которая нас приглашала, они сделали все, чтобы мы себя комфортно чувствовали. Автобус, машина, если такси вызываешь, у них есть варианты. Звонишь, допустим, я на коляске, они присылают специализированную машину обученного водителя, который все быстро делает, даже наоборот, говорит, руками не размахивать, он все подцепляется. Пять-пять раз все погрузили, и это нормально, это не событие, как у нас, это целое событие. Звонишь в такси, надо все объяснить. И бывает, на моем опыте водители просто приезжали, разворачивались и уезжали. До такого доходило. Естественно, в Ирландии такого не встретишь нигде. У них уже такая схема, отлаженная. Люди с какими-то проблемами, какими-то, как ни было, они являются конкретной частью общества, не обособленным каким-то сообществом, которому нужно периодически уделять внимание, а четко. Артисты, политики могут быть практически в любом положении. Путешествие по России скорее полоса препятствий, но к экстриму Владимиру не привыкать, он же русский человек. Вот это витязело. Это было сложно, конечно, потому что приходилось метров 200, наверное, по песку толкаться, потому что там заканчиваются такие деревянные настилы, они заканчиваются и еще остается приличное расстояние. И вот надо, чтобы пережить этот опыт, то надо преодолеть определенные тоже преграды. Когда перед глазами вот такой простор, когда нет суеты, потому что мы приезжали рано утром специально, чтобы не попасть, когда много людей, это очень трудно. А приезжаешь ранним утром, когда еще практически никого нет, и пока не заполнился пляж, такой непередаваемый кайф, тишина, спокойствие и открытое пространство. Вот это и стимулирует. У Владимира часто спрашивают, что главное в его творчестве, а он на удивление постоянно отвечает одно и то же. Главное в этой жизни – сама жизнь. Теперь это все встало в одну линию. Раньше по отдельности, как-то так получилось, этим занимался. Вы не выделяете, что важнее? Нет, этот вопрос задают часто, но нереально. Я вкладываюсь одинаково во все по мере своих. Вот на что я способен, то я и стараюсь выдать. Такого нет, что это подождет. Для тебя город зажигает огни, для тебя радостью наполнены сны, для тебя я утром открываю глаза и трава плачет росой. Для тебя. Писающий мальчик, стена расстрела, зубы Катанандова, чернобыльское дерево. Какие только названия не придумывают петрозаводчане, скульптурам на набережной и порой народные прозвища вытесняют настоящие? Как же на самом деле называются скульптуры, подаренные городами-побратимами, и как они появились в нашем городе? Об этом расскажет Александр Лычагин. Наша рубрика «Мой старый город». В 1944 году, когда финнов выбили из Карелии, эвакуированные петрозаводчане вернулись в город и не узнали его, особенно бывшую Владимирскую набережную, плотно застроенную каменными и деревянными домами. Это страшно не забываемая картина. Скореженная пруть к кровати, какой-то некий символ и тупичные трубы. Рушилась целая эпоха, рушилось детство. Приходилось что-то другое. Как признался академик Вячеслав Петрович Арфинский, увидев руины набережной, где родился и вырос, он решил пойти учиться на строителя, как и многие его ровесники. На протяжении первого послевоенного десятилетия полуразрушенный Петрозаводск отстраивался практически заново. Преобразилась и набережная. После войны здесь решено было не восстанавливать жилые кварталы, а сделать парк. Назвать его «Парк Победы». А роль у фасада городского должна была выполнять застройка улицы Пушкинской. И на улице Пушкинской проектировались самые ответственные здания. Публичная библиотека, Академия наук. Само название «Парк Победы» было символичным. На месте выжженных войной городских кварталов появились молодые зеленые деревья. Причем высаживали их сами петрозаводчане, вернувшиеся с фронта из эвакуации и лагерей. Так на месте бывшей прибрежной застройки появился парк и прогулочная набережная. В советские годы она была довольно романтичной и естественной, с каменной обсыпкой, аллеями и деревянными скамейками. И в 70-е годы вот мы тут жили в общежитии в Карелопровицком. Ходили вечером гулять, там камни, песочек, и ребенок ходил по песочку, поэтому между камней. Были здесь и скульптуры, традиционные советские изваяния из гипса и даже своя петрозаводская женщина с веслом, нынешней главной лестницы парка. В 1991 году городские власти решили построить новую гранитную набережную, которая по замыслу должна была стать визитной карточкой города. Я помню набережную довоенную. Набережную с лунами, с лодками причальными. Она мне нравилась. Это было мое детство. И когда построилась вначале новая набережная, я воспринял это несколько негативно. Это было как никто. Но потом я вдруг увидел, что это то в самом глубоком смысле. Это то, что было заложено, то, что развивалось, но просто не дошло до нужной кондиции. Когда строительство новой набережной еще только началось, здесь уже появилась первая оригинальная скульптура в стиле паблик-арт. Подарок от американского города Побратима Дулута. Постепенно это место превратилось в самый настоящий музей современного искусства под открытым небом. Так получилось, что именно первая скульптура рыбаки Рафаэля Консуэгра притягивает к себе основное внимание петрозаводчан и гостей города. К слову, работы американского скульптора-конструктивиста можно встретить и в других городах мира. В принципе, они довольно узнаваемы и по традиции получают от местного населения смешные прозвища. Так петрозаводчане называют своих рыбаков терминаторами, детьми по Волжье и даже дистрофиками, борющимися с ветром. Когда она появилась, она стояла здесь одна и смотрелась довольно диковато на фоне социалистических каких-то скульптур, пейзажей и советского сознания, которое еще процветало в это время. Но сегодня, когда появляется один, второй, третий проект, получается некое такое, скажем, западное высказывание, которое выражено вот в такой художественной форме и которое, надо сказать, городу вдруг неожиданно прибавило некий такой имидж продвинутого, скажем, незахолустного такого городка российского, ну, как бы сейчас сказали, толерантного к разным совершенно эстетикам. За два десятилетия на набережной сложился целый комплекс арт-объектов, образующих уникальное культурное пространство, организованное в популярном на Западе стиле паблик-арт. И главной точкой отсчета в этом комплексе, по мнению современных петрозаводских художников, является дар города Побратима Тюбингена, знаменитое тюбингенское панно, которое в народе обычно именуют могилой хоккеиста. На мой взгляд, это одна из лучших грамотных композиций, которая расположена на набережной, она не закладывает никаких литературных смыслов, она работает на вас пластически, она хорошо смотрится с озера, потому что она все структурирует вот так вот, вдруг задает ритм, и мы начинаем через нее считывать березы вот эти, понимаете, вот там дома виднеются, горизонтали подчеркивают, вот здесь, когда мы смотрим, вот уберите их, вот видите, через эти вертикали мы совсем по-другому вот тот горизонт воспринимаем, потому что у нас все время есть точка отсчета, и как в музыке раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. По сути, остальные конструкции на набережной задают необходимый контекст, окружение рыбакам и тюбингенскому панно, и все вместе это смотрится поистине феерически. Появился музей под открытым небом, и на самом деле его надо развивать, его надо наращивать, а наращивать, видите, не получилось, потому что дальше скатились к каким-то, скажем, фестивалям какой-то скульптуры деревянной, и уже серьезных художников не было, и не было серьезных технологий, и все сразу так съехало до какой-то такой скульптурки, которую обычно мы видели в советское время в парках, в детских площадках, какие-то домовички пошли. Начало-то было хорошее, а закончили-то все по-нашенски, по-бразильски. И тем не менее деревянные фигуры и каменные пирамиды набережную не испортили. Она по-прежнему остается любимым местом отдыха горожан и паломничества гостей карельской столицы. Кто-то считает набережную городским туристическим брендом, а кто-то видит в ней душу Петрозаводска, и те, и другие по-своему правы. Об Арине Тубис в нашем городе слышали многие. В прошлом году деньги на ее лечение собирали всем миром, и тогда маленькая девочка смогла победить рак. Но, к сожалению, болезнь вернулась, и семье Арины снова требуется помощь. Как можно помочь, расскажет Анастасия Мячина. Наша рубрика «Помоги делом». Сегодня наша рубрика «Помоги делом» начинается с радостной вести. Деньги на лечение и операцию для пятилетней Арины Тубис собраны. Два года организм девочки борется со злокачественной опухолью. В феврале прошлого года врачи обнаружили метастазы в легких. Семья отправилась в Израиль. После операции Арину год ничего не беспокоило, но два месяца назад снова случился рецидив. Необходима не только химиотерапия, но и сложнейшая операция. Всем миром удалось собрать около 6 миллионов рублей. Большое спасибо всем тем, кто принимает активное участие в сборах. Недавно нам девушка, добрый человек, она его назвала, принесли 1 миллион рублей для лечения Арины, вообще готовы кланяться им. За 50 рублей, которые перечисляют пенсионеры нам, за это готовы кланяться им. Чувствует она себя хорошо, боли нет, боли отступили. Химиотерапия действует, врачи дают шанс, собирают консилиум и принимают решение, когда будет назначена пересадка костного мозга. По-прежнему нуждаются в помощи еще два жителя нашего города. 14 апреля Сергей Курила отправится в Петербург на контрольные снимки для клиники во Фрайбурге. На июнь запланирована операция на легких. По словам врачей, она будет стоить около 30 тысяч евро. Часть средств собрана, недостает 250 тысяч рублей. Еще одной героине нашей рубрики Ирине Локиной требуется дорогостоящий препарат для восстановления после пересадки костного мозга. Девушка три года живет с лейкемией и вот в марте Ирину успешно прооперировали. 13 апреля в 19 часов состоится благотворительная шоу-программа. В ней поучаствуют петрозаводские группы и барды. Вход оплачивается купюрой любого размера. Дорогие зрители, у вас есть возможность хорошо отдохнуть и сделать доброе дело. Помочь в силах каждый из нас. Все подробности ищите в социальной сети ВКонтакте. А в рубрике «Возьмите меня в семью» как всегда история о волонтерах Общества защиты животных. У Натальи Фельчагиной сейчас на попечении сразу две собаки. Гарри и Мишку она подобрала на улице, когда те были еще совсем щенками. И сейчас она очень надеется, что в нашем городе есть люди, которые смогут стать для них настоящими хозяевами. С детства такое. Как-то раньше ни в интернетах ничего не было. Мы вот подбирали так же, ну, сами, своими силами. Ну, жалко людям моих, бедных животных. Вот, и как-то, ну, все-таки благодарственное дело. Потом очень на душе так легко, что все-таки счастье обрел зверек маленький. Как-то так и втянулись. Не только мне, всей семьей теперь занимаемся. Ну, Гарика как бы мы нашли в новогодние каникулы в этом году. Ну, как бы не мы даже его нашли, а он наш нашел. Вот, он к нам подошел и больше не отходил. Да, да, он бы проводил. Ну, мы решили, ну, что делать, возьмем на передержку, будем пристраивать. Он был очень худой, задние лапы слабые были, ужасно. Больной желудок, вот. А Мишу, Мишу я нашла под гаражом. Его мама была дикая, он тоже как бы был дикий. Вот, боялся людей совсем, но быстро попал в семью как-то и вот адаптировался к людям. Получилось так, что люди оказались безответственные. И вот через полгода жизни его с ними, они его просто выставили на улицу, выкинули. И так вот мы узнали, как бы, и вот забрали сейчас его опять с улицы пристраиваться. Он такой парень-то, как бы, вот предательство почувствовал, но вот абсолютно не изменился мальчишка. Хороший очень, добрый, ласковый, очень любит как бы с ними общаться, дружелюбный такой очень. Ему надо все... любви, ласки, вот, как бы, ему не хватает. А Гарри у нас такой парень активный, он прямо вот у него море энергии, но он такой, конечно, позитивный, веселый, любит очень длительные прогулки, вот, играться и с мячиками, с палочками. Очень любят... обе собаки, как бы, любят в машине ездить. Просто, просто замечательно ездят. Вот. Прекрасными компаньонами будут для семьи. Вот. Оба, как бы, занимаются по курсу начального послушания, но Гарри, конечно, подольше. Миша только начал, но у Гарри уже, в принципе, есть успехи. Хорошо. Гарри, лежать. Молодец, Гарри, сидеть. Молодец. Это была программа «Мой город». В Петрозаводске живут разные люди, но от каждого зависит, сможем ли мы с гордостью говорить, Петрозаводск – это «Мой город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»